Это Статус в эфире Финам. ФМ. Меня зовут Михаил Гуревич и в гостях у нас сегодня потрясающий гость. Давным-давно я хотел пригласить его к нам в студию, но все как не получалось, потому как во время моего эфира у него завершается его программа на телевидении. Ну не завершается, ты уж не преувеличивай, она будет жить вечно, если я заменю батарейки. Она живет там вечно. Я думаю, вы услышали и узнали голос Игоря Виттеля. Думаю, не только я, но и многие радиослушатели рады снова его услышать в эфире Финам. ФМ. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, Миша. Прежде чем мы начнем нашу стандартную уже разблюдовку, то есть статус, обсуждение тем, озвучка твоих постов, мы подготовили новый такой формат, который впервые у нас в эфире. А это называется топ-блогов, или точнее топ-новостей, на которые переходят пользователи социальных сетей. И сделано это с помощью компании «Медиаметрики» и лично Германа Клименко. Огромное ему спасибо. Давайте послушаем и продолжим программу. Итак, на пятом месте 12 самых ярких моментов Олимпиады. Слон собрал записи наиболее драматичных эпизодов соревнований и смонтировал из них своеобразные мини-репортажи. На четвертой строчке видео с британским каскадером. Он стал первым человеком, который пробежал по мертвой петле. На третьем месте отец рейгономики Пол Грейг Робертс. Он заявил, что если русские не проснутся, то станут историей. Бывший помощник министра финансов США, известный экономист и публицист, раскрывает подноготную украинской бойни. Второе место. Почему украинцы гибнут не за свободу, а зря? На Украине границы допустимого отодвигаются все дальше и дальше за горизонт. Как в волшебном острове Голдинга, где один мальчик кидает камни все ближе к голове другого и постепенно перестает понимать, а почему прямо в голову нельзя. Ну и, наконец, первая строчка. Шесть самых нелепых выдумок и мистификаций по поводу игр в Сочи. Распространение ложной информации – это самый новый и самый отвратительный вид олимпийской программы. Вот такой вот был топ-блогов. А я хотел бы, кстати, пользуясь случаем напомнить Герману Сергеевичу Клименко, что он мне должен два обеда, поэтому, Герман Сергеевич, если вы сейчас слышите, а я уверен, что вы слушаете наш эфир, не забывайте об этом. Кушайте чаще. И ешьте, нет в русском языке слова «кушайте», Михаил, и кушать могут только дети. Вот ваш малоросский говор, он несколько неуместен, хотя я так подозреваю, что речь сейчас пойдет об Украине. Да, именно о Малороссии пойдет. Обычно я готовлю к программе обновление статуса, но то, что происходит на Украине, действительно так сложно, что каждому часу нужно готовить отдельное обновление статуса. Поэтому, пожалуй, я так вкратце расскажу то, что я думаю по этому поводу, а я не понимаю, что я думаю, потому как это действительно проблема. То есть буквально 17 февраля в ответ на вопрос, а что там в Киеве, большинство экспертов бы, пожалуй, плечами, ну и сказала бы там, не знаю, там Майдан. Абсолютно, извините, я тебя перебил. Вот я себя поймал 17 числа на мысли, просто вот так подъезжая к офису за рулем машины, думаю, что-то в Киеве полное ощущение, что Янукович все-таки выиграл, потому что такое полное затишье, никаких новостей тут не доносится, я как ежедневно общаюсь с своими киевскими друзьями. Ну, как-то все и стихло, можно, наверное, поздравить Януковича с тем, что он спокойно досидит до законных президентских выборов. И не успел я об этом подумать, как на следующий день таки, опаньки. Ты знаешь, несколько раз причем были такие периоды, в январе, примерно недели полторы, соответственно, в феврале и даже в декабре. Другое дело, что я лично не верил, что это закончится все же победой Януковича, но понимал, что просто люди успокоились, живут они там таким образом. И вдруг вот 18 число, и я звоню своим киевским друзьям, и они бубнят что-то совершенно невразумительное в ответ. Я говорю, что у вас там происходит? Говорит, у нас война, наверное. Я говорю, хорошо, война, а кто с кем? Говорит, ну, наверное, всех со всеми, но точно сказать невозможно. Единственное, вообще, цифры, которые поступали, такие более-менее точные, они шли из Минздрава Украины. По данным министерства, с 18 февраля по 22 февраля погибло 77 человек. Я думаю, что это приблизительные данные, потому что точного не знает никто. Вчера, знаешь, еще раз, извини, что врываюсь. Да, с удовольствием. Мой очень хороший киевский знакомый Тарас Березавец, такой известный киевский украинский политолог, на мой вопрос вчера в эфире, а что происходит в Киеве, сказал, что происходит в Киеве, давно отписано Булгаковым в Белой гвардии. И для меня эта фраза стала решающей, я себе живо представил эту картину. Говорит, ну, ходят по улицам, грабят, стреляют, причем уже действительно не пойми кто и не пойми кого. Но если ты хочешь как бы это к статусам привязать, да, я тут, я не знаю, там, собирался ты этот статус озвучивать или нет, у меня вообще все там френдзонли, да, под замком, поэтому я не знаю, сколько этично самого себя озвучивать, но я вчера написал, что, в общем-то, Янукович согласится на досрочные президентские выборы, на которых он же и победит. И более того, это будет правильно, как ты сказал. Да, нет, это будет поучительно, сказал я, потому что на самом деле, давай не забывать о том, что вне того, что существует, очень любимая мной страна моего детства, ну, скажем так, в моем детстве это все-таки была Украинская СССР. Это была Украина, это всегда была Украина. Хорошо. Киев, город моего детства, хоть я родился в Москве, но детство я проводил очень много там, это город моего детства. Я представляю, как ты бабушке говорил, бабушка, давай поедем на лето. Нет, бабушке ничего, у меня одна бабушка была в Москве, другая, обеим царствие небесное, другая как раз жила в Киеве. А ты говорил, поедем на Украинскую СССР. Ну, неважно, на Украину поедем, поедем в Киев это называлось. Дело не в этом, понимаешь? А формально, конечно, это была одна страна, но Янукович всегда был, скажем так, президентом Востока, да? И вот какой бы президент в Украине не был, это всегда был президент примерно половины страны, условно половины, да? Ну, исторически пока было так. И вот сейчас, да, даже при том, что от него отворачиваются, как мне там в комментариях написали, за него сейчас даже родной сын не проголосует, вполне возможно. Но я не удивлюсь, если... Сын за него проголосует гривной, как минимум. Если ситуация действительно будет такова, что не Янукович, а вполне возможно, кто-то из неоппозиционных сил по-прежнему придет к власти и за это проголосует более... Представители партии регионов, скажем так. Ну, ты знаешь, я не уверен, что партии регионов в том виде, в котором мы сейчас видим тот же процесс, ну не тот же, естественно, нельзя это сравнивать с тем, как происходило с Единой Россией, когда там, в общем-то, началась череда скандалов и быстренько под это дело организовали Объединенный Народный Фронт. Там могут организовать все, что угодно, люди выходят. Тут еще один очень важный момент. Понимаешь, мы не можем сейчас действительно судить о том, кто проиграл, а кто выиграл, вне зависимости от того, кто согласился. Конечно, люди справили, говорят, а за что кровь проливали? Вот сейчас за то, чтобы выборы были, что ли, на месяц раньше? Не в феврале, там, 15-го, как они должны были быть, а в декабре. В декабре неизвестно какого. Да, в декабре 2014-го. И что, Янукович спокойно засидит? Ну, хорошо, значит, вернемся, там, не знаю, на что они согласятся за эти дни, на Конституцию 2004-го. Уже согласился. Ну, неважно, я говорю, что неважно, что еще это может 150 раз поменяться, потому что новости опровергают друг друга каждый час. Я не удивлюсь, если мы выйдем из этой студии, выяснится, что президентом Украины стал уже давно другой человек, а вообще Украина не существует. И Крым отделился. Вот сейчас, пока ехал, они там продолжают отделяться. Да, единственное, что они не могут за это голосовать, но отделиться им не мешает. Причем они очень говорят, при перемене власти на Украине, значит, Крым отделится. Какая власть? Уже власти там нет. Там уже не фейл стоит. Если в декабре будут выборы, там будет избран другой президент. Да, вполне возможно, да. То есть там не очень понятно. Вот. А самое главное, ты удивляешься тому, что 18-го полыхнуло. Знаешь, я люблю очень Владимира Владимировича Маяковского, не пугайся слова Владимира Владимировича, да, именно Маяковского, который, как ты помнишь, писал, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, да? Я не уверен, точнее, я уверен абсолютно в обратном, что 18-го числа все сложилось само по себе. То есть конкретно в нужные места наверняка был заложен условный порох, где надо, там поработали те, кому надо, а вот кто за этим стоит, об этом меня не спрашиваю, я не знаю. И очень справедливо заметил, кстати, опять-таки у меня в эфире мой товарищ Георгий Федорович, член нашей общественной палаты, очень подозрительно напоминает вся история со снайперами Москвы 93-го, Вильнюс 91-го. Все под таинственные снайперы, стреляющие в обе стороны. Ну, во всяком случае, понятно, что службу безопасности Украины надо распускать, потому что если погибло 77 человек, может быть, больше, более 100, и служба безопасности не может найти тех, кто стрелял, не может определить, откуда стреляли, и, в принципе, виновных в данном случае, как бы, нет, есть только траур. Я с тобой полностью согласен, то есть, на самом деле, ситуация чудовищная, да, и в любом случае, она чудовищная со всех сторон. Ну, вот то, о чем показывает нам пример Украины, во всяком случае, пример вот этих последних. дней, мне кажется, это куда больше напоминает Сирию. Давайте вспомним, как вот в Сирии тоже началось все с относительно мирных демонстраций, ну, то есть, с поправкой на арабский менталитет, да, а закончилось Иль-Каидой. И, безусловно, уже на фоне Иль-Каиды, ну, президент Ассад смотрится куда более привлекательно и куда более мирно. Так же, наверное, как и на фоне вот этих вот бойцов средневековья, не знаю, Средиземья, да, Янукович выглядит более чем цивилизованно и договороспособно. А в любом случае, когда ты не можешь быстро договориться с оппозицией, не можешь выработать какой-то логичный, нормальный компромисс, то, в общем-то, процесс делегитимизации, он постигает и оппозицию, и коалицию. Вот тут у тебя в твоих рассуждениях заложена одна логическая, на мой взгляд, ошибка. Ты говоришь, что если ты не можешь договориться с оппозицией, а кто тебе сказал, что оппозиция хочет договариваться? Если оппозиция, что в Сирии, что в Киеве, выходит под лозунгом «банду едь», то абсолютно не... Оппозиции не надо договариваться. Понимаешь, я не буду сейчас тебе называть имя моего товарища, очень известного оппозиционера, который, при чём-то, остаётся моим товарищем, даже, наверное, другом, когда там в разгар наших событий, да, я сейчас уже не помню, то ли после Болотной, то ли после чего, я ему сказал, слушай, ну, вам же чем хуже, тем лучше, и он сказал, ну, в общем, да. И сказал это абсолютно искренне, ну, как, знаешь, люди в курилке разговаривают, хотя мы оба не курим, но мы стояли там в курилке. Так вот как раз с точки зрения власти, с точки зрения коалиции, для того, чтобы как раз не допустить того, что оппозицию нужно, договариваться надо было сразу. А что нужно оппозиции? Оппозиции нужно только одно – власть. Если ты думаешь, что вот это вот трёх... Окей, давай ты сейчас говоришь, как раз сам вот в начале нашей беседы, ты сказал, что ты не удивишься, и я, кстати, не удивлюсь, если опять в результатах выборов победит представитель Востока. Такое может быть. Почему нет? И если бы... Давай теперь представим, что то, что мы услышали вот в пятницу, когда Янукович заявил, что он готов к неочередным выборам, готов вернуться к Конституции 2004 года, всё это мы услышали бы в декабре прошлого года. Или по итогам вот этого финта с евроинтеграцией. Потому что, на мой вкус, абсолютно нормально, что правительство, которое готовится к евроинтеграции, готовит к этому нацию, народ, объясняет... Ну какой, подожди, подожди, Миша, ну вот, извини, пожалуйста. Еще раз. Объясняет, что хорошо подписать ассоциацию с Евросоюзом. Абсолютно так. Ну, представь себе, что власть, которая готовит страну какому-то важному соглашению. Ну. И объясняет сама народу, что это соглашение важно. Ну. И говорит вдруг за неделю до подписания, что, вы знаете, что-то мы передумали. Наверное, это достаточно легитимное основание для того, чтобы, ну если не объявить досрочные выборы, то хотя бы отправить правительство в отставку. Или, точнее, просто правительство должно сказать, ребят, мы вот облажались. Неправильно посчитали. Не из тех, как бы, предпосылок исходили. Мы уходим в отставку, сейчас будет новое правительство. Мы бы получили ситуацию, которую мы имеем сейчас, в ноябре прошлого года. Явно не было бы вот этих погибших. Причем, это не 7-7 погибших, да, если мы смотрим, с ноября их, в общем-то, несколько больше. И, в принципе, на мой вкус, власть была бы сегодня куда более сильна, и позиция у нее была куда более выигрышной, чем она имеет сегодня. А если бы бабушка была дедушкой, как известно? Абсолютно. То есть, если бы в любой стране, если в любой стране власть не реагирует на такие вот алармы общества, в итоге она получает погибшие... Значит, вот как раз слово аларм, понимаешь, дело в том, что при всей моей любви и уважении к украинскому народу все, что происходило со стороны людей, выступавших за Евроассоциацию, давай же придерживаться терминологии, это было чисто эмоционально. Знаешь, это как жена хочет бежать от опостылевшего мужа, который ей вот уже вот здесь. Которая алкоголик, безусловно. Не важно, алкоголик, шибает он шапки сидящих в туалете, как это делал нынешний, пока еще президент Украины. Сидел он там за изнасилование или за что он там сидел. Не важно, что он делает, да. Ну вот оно, понимаешь, уже дошло до того, что уже куда угодно, что угодно, только бы не с ним поганцем, да. И вот это чисто эмоциональный порыв, это вот туда. А заодно, естественно, вся Россия ассоциируется еще с этим мужем-алкоголиком, хотя уже давно тут-то вообще никто не... развод произошел. И вот оно куда-то вот в светлое далеко, да. Развод произошел, но сервиз мы хотим забрать. Да, сервиз забрать хотим, и мы хотим забрать, а они хотят еще весь буфет с собой утащить. И тут возникает... тоже вполне легитимно, если ради бога, можно договариваться. Тут возникает интересный финт. Дело же не евроассоциация, а то, что муж-алкоголик продолжает решать финансовые проблемы. А то, что там мне кто-то вот там вот даст за мою красоту неземную денег или приютит и по головке погладит, то, в общем, ну, ты же понимаешь, проблемы денег решать надо. Я, как старый марксист, всегда утверждаю, что экономика, она все-таки первична, нежели политика. И вот тут начинается, подожди. Янукович на самом деле повел себя как самый настоящий еврей. Он занялся ротшедельской членочной дипломатией, да? Ну, кто-то спорит, кто говорит как еврей, кто говорит как уголовник, то есть... Как еврейские уголовники, если тебе нравится. Мне это напоминает больше, конечно, игру в наперстки. Неважно. Он повел себя абсолютно в принципе разумно. Он и этих, и тех, и китайцев, и нас, и Европу начал... Мозгов только у него, к сожалению, не хватило, вы уж простите меня. Но начал хитрую эту членочную дипломатию. Как-то евреи из анекдоты. Хочешь замуж за Ротшильда, да? А вот и пошло все, да? Пошел сшивать концы. Не получилось, да? Не получилось, потому что не получилось. То есть тут уже как бы жена сказала, нет, все, пошел вон. И понеслась. Можно ли это было остановить? Каким способом? Где взять деньги? Понимаешь, история не знает сослагательного наклонения. Да, они сослагательные. Вот мы имеем сегодня с трупами... Главное, что и новые, никто бы не пришел к власти. Они могли прийти в ноябре прошлого года, в декабре. Они, может быть, придут в конце этого года. Они не решат этих проблем. Понимаешь? Вопрос не совсем решения проблем, а просто, в первую очередь, легитимности власти и мандата доверия людей. Давай продолжим эту тему. Буквально после небольшой рекламной паузы вы никуда не уходите с нашей волны. Продолжаем программу «Статус». Зовут меня Михаил Гуревич, гости Игорь Виттель. Говорим мы все еще про Украину, об Украине, что происходит на Украине, в Украине. В Украине. В Украине. Я говорю на Украине, кстати. Я обычно говорю на Украине, но в знак уважения к нашим друзьям и коллегам все-таки в Украине. Я уважаю наших друзей и коллег. Хорошо, давай хоть здесь-то не спорить. Насчет, кстати, легитимности. А что ты называешь вот «Кстати легитимность»? Давай прежде, чем мы продолжим легитимность, у нас традиционно озвучиваются посты. Ты свои посты читаешь в прямом эфире, а мы, гостей, как-то стараемся красиво озвучить, с подводкой, со звуками клавиатуры. А еще, конечно, прикольно стебаться над аллормистами и теми, кто закупается наборами для выживания. Ну какой апокалипсис, какое нашествие зомби, какой конец света, какая тушенка и золото, Димура с Хазиным наслушался. А вот такое за два дня и прямо у нас под боком. Когда разбомбили Югославию, я молчала, ага, конец, запятая, света, восклицательный знак. Ну, я могу тут, кстати, расшифровать, конец света, запятая света, выскал. Это, кстати, многие сейчас не помнят, что такое запятая, выскал, сокращение в телеграммах, которое используют. Ну, конечно, да. А конец света, это название гениальной магаданской группы, ну, по-моему, уже не существующей, конец света, которые так описались. Конец, запятая, света, с большой буквы, восклицательный знак. Это действительно конец света. Ну, в сравнении с Югославией, тоже, знаешь, никто не думал, что завтра у тебя начнут бомбить твой родной город Белград. Или в Киеве никто не думал, что действительно по улице начнется бегать стада зомби. То есть ты не думал, например, месяц назад, что такое может случиться? Вот до такой степени нет. До такой степени, что нужно будет всему городу запасаться продуктами в магазинах. Я всегда об этом думаю. Потому что я, помнишь, как был в Белом солнце пустыне, давно здесь сидим. Я как раз, как Верный Димуровец, я всегда тушенку, наличное золото, все сховано. Всегда есть чуть-чуть. Да. Тайники, хоронки имеются. Естественно, я всегда к этому готов, потому что, знаешь, у очень нелюбимого мной Александра Абрамовича Кабакова была в свое время гениальная книга, которая называлась «Неузвращение». То есть книга тоже так себе. Если ты помнишь, она вышла, кажется, в году 87-м, и тогда это все читалось как фантастика. Сейчас, если ее прочитать, это читается как новости вчерашнего дня, потому что никто тогда не мог подумать. Все эти его войска казачьи на улицах Москвы, бои на улицах, и все так и произошло. Ну, и на Украине тоже происходит ровно таким же образом. Так я и говорю, что это именно... Смешного. То есть как бы из Львова приехали милиционеры, которые охраняют Майдан. А Украинская Православная Церковь, Синод Украинской Православной Церкви Киевского... Отказался молиться за власть. Да, упоминать ее. То есть он сказал заявление, что в связи с применением оружия против народа, то молиться нужно по формуле «Богохранимую Украину нашу» и «Украинский народ» без упоминания власти. Вот так вот. Абсолютный такой фэнтези, нет? Еще вчера я себе представил себе такую. Знаешь, для меня вообще мысль о том, что Украина – это уже другая страна, она до сих пор, спустя почти четверть века, она до сих пор не является... Ты, правда, до сих пор к этому не привык? Нет. Я регулярно там бываю. Я тоже регулярно там бываю. Я чувствую, что это другая страна. Ты пойми, она может быть... Она в сердце моем не может быть другой страной, понимаешь? Я еще раз тебе повторю, я старый коммунист. Я готов повторить слова Путина, что развал Советского Союза – это величайшее геополитическое... Как бы я ни относился к Путину, но я согласен абсолютно с тем, что развал Советского Союза – это величайшая геополитическая трагедия 20 века. Я с этим не согласен, считаю, что это был выбор народов, и кто захотел, тот остался в Союзе. Например, та же Белоруссия, так или иначе, все же в очень таких близких к нам отношениях. Если мы сейчас начнем с тобой спорить на эту тему, понимаешь, особенно про отношения Армении с Азербайджаном, я боюсь, что это надолго затем. Прежде чем переходить к следующим темам, я хотел бы с тобой коснуться еще одного аспекта украинской проблемы. Понятно, когда был 2004 год, я вообще всегда сравниваю революцию с игрой в Зорнице. То есть там была вот Юля, там был Ющенко, соответственно, один лидер, одна – организатор происходящего. И каждый день она давала занятия, очередные задания демонстрантам. То есть в этот день они выстраивались, не знаю, в очередь в Министерство обороны, а сегодня мы будем цветами, значит, цветы затаскивать там куда-нибудь к администрации президента, а послезавтра пойдем обниматься с солдатами ВДВ. И как-то вот такая движуха происходила, и все было нормально. Этот Майдан действительно происходит какой-то бездвижухи. Вот то, что происходит среди всего прочего, потому что, конечно, Майдан не контролируется оппозицией. И, в общем-то... Держи, вверх цинизма, по-моему, твои слова, ты уж меня... бездвижухи. То есть 75 трупов – это не движуха. Нет, подожди, вот это не движуха, это гибель и это трагедия. Движуха – это немножко другое. Движуха – это место для веселой Зорницы. Заметь, что было в 2004 году, да, была движуха и не было трупов. Наверное, и я считаю, в том числе из-за этого. Потому что был организатор, человек, который понимал, что я хочу привести к такому-то результату без таких-то побочных событий. Да, и была движуха. А сейчас нет движухи, сейчас есть некий апокалипсис, когда никто не контролирует людей, которые вышли на улицы. Более того, все стороны говорят, ну это же народ вышел на улицы. Вот народ требует, народ получит. Народ сам решает, чем там заняться. Нет, понимаешь, нет единого народа. Вы понимаете, вот всегда во все эти схватки, и чудовищные абсолютно схватки там в социальных сетях, в реале, неважно. Я просто хочу сказать, я понимаю, что сейчас ты и в эту сторону готовишь. Вот, наверное, в эту сторону я хотел. Я объясню, в чем дело, понимаешь, люди судят очень поверхностно, вот эти вот диванные аналитики, которые не понимают, что нет единого целого, вышедшего на улицы, как не было его и у нас, когда люди выходили там на Сахарово, на Болотное, неважно куда, да? Это разные люди. У них даже общего нет практически одной идеи. В России это было там за честные выборы. Как только перестало быть, и позже, когда следующие пошли, дальнейшая движуха, все настолько расползлись и поняли, что никто друг с другом не то, что на Болотное вместе не пойдет, а на одно поле не выдавит. В одном кафе не сядет. Да, в одном кафе даже не сядет при наличии большого количества. Ну, смотри, любой выход, массовый выход людей. Так я про Украину тебе просто хочу договорить. Там неуправляемо, потому что это разные люди. То есть люди, вот эта вот эмоциональная мечта, мы хотим в Евросоюз, хотя как не ассоциироваться с Евросоюзом. Кстати, эта мысль объединяет не только западанцев, как ты считаешь. Да нет, естественно. Очень многие на Востоке хотят ровно того же самого. Я вообще не понимаю, кого она объединяет, потому что, извини, пожалуйста, когда выходят откровенные нацисты, фашисты, тягнебог за ассоциацию с Евросоюзом, с Евросодомом, как его принято теперь называть, я начинаю понимать, что слова когнитивный диссонанс... Расскажи мне, пожалуйста, кстати, по поводу... Давай, прежде чем мы продолжим нашу беседу. Полностью не описываю происходящее в моей голове. Прежде чем мы продолжим беседу, это, кстати, хорошо про Гитлера, про фашистов вспомнил. Слово Гитлера вообще не про нацизм, я сказал. А как ты вообще относишься к такому, знаешь, в сети как раз есть такой принцип, так называемый принцип Гитлера? Когда на... Я не помню, на шестом... Это называется не принцип Гитлера, это называется закон Годвина, когда на определенном... Я не помню сейчас, на двадцатом, по-моему, не позже двадцатого коммента всегда должно возникнуть сравнение с Гитлером. Да, абсолютно. И все, и на этом как бы заканчивается дело. Это принцип Годвина называется. Ну... Ну вот, нацисты. Какие нацисты? Присоединяй, пожалуйста. Для того, чтобы понять, что тягнебог и партия свободы нацисты, достаточно почитать его высказание. Я, к сожалению... Я не буду, как Шендерович, жаловаться, что я пришел... Меня ведущий мочит цитатами, а я пришел безоружный, поэтому мне все равно, да? Но, тем не менее, там у меня нет под руку сейчас цитат тягнебога, можешь ознакомиться с его высказанием. Но, опять же, если запрыгивать вперед нашей беседы... А вот как бы называть это нацизмом или нет, это, знаешь, ну, есть, в конце концов, документы... Если запрыгнуть вперед нашей беседы, то мы еще поговорим про нацистов на втором канале российского телевидения, да? Да, ради бога. То есть у нас нацисты просто окружают нас. Они везде. Да. Может, тогда не будем говорить о них? Есть как бы свобода. Если она легитимна для этой страны, для Украины, она приняла участие в выборах? То есть, понимаешь, мое отношение к ним не может быть другим. Окей. Понимаешь? Услышал. Услышал. Они могут быть легитимной партией, если завтра у нас в стране каким-то образом выйдет закон, который легитимизирует НСДАП в российском варианте. Да? Ну, партия ЛДПР. Нет, ну, ты, слушай, ну ты сравнивай. Ну, а как заявление? Хочешь послушать заявление? С удовольствием. Ну, слушай, ну, не сравнивай, ну, не сравнивай. Я очень нежно отношусь к Владимиру Вольфовичу, он замечательный человек, тончайший тролль. Ну, не надо сравнивать, понимаешь? Там, понимаешь, там, где Владимир Вольфович, это, ну, тончайший постмодернизм. Ну, давай не будем. Давай попробуем, завершая тему, украинскую тему, попробуем немножечко пофантазировать. Буквально так, минуты полторы. Эротически? Да, практически эротически. Как еще можно фантазировать об Украине? Что будет в конце года? Все же выборы пройдут в декабре или нет? А бог его знает, слушай, ну, я не Кассандра. Я не очень понимаю. У меня сейчас, знаешь, вот до выборов, мне очень интересно, как Украина будет решать вопрос с дефолтом. Вот это второй вопрос. Нет, подожди, дефолт, давай оставим на деле. Дефолт, он там не прекращается, дефолт не зависит от выборов. Нет, ну хорошо, резкое обнищание народа-населения. Вот это будет удар. Какой там евроассоциация? Нет, подожди, мы говорим о выборах. Понятно, что будет обнищание. А пройдут выборы или это? Еще раз я говорю. Будут выборы или нет? Да, будут. Победит Янукович? Нет, скорее всего, что нет. Ну, как бы, ты же понимаешь, что все... Интересное произведение. Я думаю, что скорее всего нет. Я вообще не уверен, я думаю, что там какая-нибудь коалиция победит, которую они попытаются составить из кого-нибудь. И понятно, да, что тут очень многое зависит, выпустят ли из тюрьмы Юлию Владимировну, да? Это будет, да. А она еще откажется выходить из тюрьмы, она скажет, нас и здесь неплохо кормят. Она же сказала, что, типа, никаких переговоров с властью вообще ни на что не идем. То есть Юлия Владимировна выйдет из тюрьмы, это же не Ходорковский, который умотает в Берлин. Да, это будет тот еще джокер. Что ж, можно говорить про Украину бесконечное, особенно с таким гостем, как ты, бесконечное. Но давай все же перейдем к Олимпиаде, потому что она вот у нас закончилась на этих выходных. У тебя гениальный пост по этому поводу, признаюсь. Давай его послушаем. Я бы на месте Путина сейчас вот что сделал. Никакого соплеслюнявого закрытия Олимпиады с улетающими мишками и прочими глупостями. Никакого шествия спортсменов вместо закрытия перед ахтими гостями и спортсменами должен пройти в полной тишине военный парад. И флаги стран-участниц в конце парада у подножия вип-ложи. Ну и раз уж всех собрали на стадионе, ну не будет же так. Ни хер нету креатива у власти. Все за них приходится придумывать. Ну, вот. Слушай, а как ты оцениваешь? Я думал, что Олимпиада будет намного хуже, чем получилось. Вот честно. Ты знаешь, я был незадолго до Олимпиады в Сочи. И потом, понимаешь, я действительно, когда увидел открытие Олимпиады, и опять-таки, прости я за употребление этого выражения, когнитивный диссонанс-таки случился в моей лысой голове. Я противник, в принципе, был Олимпиады. Я как раз, кстати, за два или за три дня до того, как вообще объявили Сочи столицы зимних олимпийских игр, был именно в Сочи. И девочки на ресепшене в гостинице у нас говорят, только не это, только не это. Ой, не надо. Не дай бог. Я глядел на Сочи и понимал, что не, ребят, ну какая Олимпиада? Мне было страшно. Я был в Сочи с тех пор несколько раз. И последний раз незадолго перед Олимпиадой. И я понимал, что нет, ну не может пройти Олимпиада. Ну, ребят, ну вы сейчас дури или что? Ну, прошла-то она хорошо? Прошла хорошо. И именно поэтому я и написал этот пост. Я считаю, что это безоговорочная победа Путина. А что будет потом, это уже другой вопрос. То есть это все же были путинские игры? Да. Безусловно, человек сделал себе Олимпийские игры. Человек сделал так, что они состоялись. Ну, Путин, условный Путин, себя вертикаль власть. Понимаешь, вопреки всему, показало, что она может работать. Плохо, дорого. Ну, дорого-то дорого. Я могу сейчас употреблять много других слов. Но, понимаешь, праздником... Смотри, давай так, по поводу дорого. Давай сначала по поводу дорого. Да, давай по поводу дорого. У меня есть такое ощущение. Мы можем спорить, все украли, не все украли. Я считаю, что нужно выразить респект всем тем, кто кричал, что украдут, по одной простой причине. Потому что за счет вот этих криков хотя бы миллиардов на 10 украли меньше. Если бы не было криков, если бы не было этого контроля, если бы не было вечной подозрительности, поверь мне, украдено было бы больше. Конечно, я не могу серьезно относиться к этим людям, которые кричат, потому что... Главный результат. Я о результате говорить рано. Никаких финансовых документов, подтверждающих финальных, мы не видели и, скорее всего, не увидим. Люди, которые кричат для меня, к сожалению, да, я конкретно по персоналиям могу сказать, что для меня эти люди не представляют никакого... К сожалению, понимаешь? А все время Ваня Давыдов гениальный сказал прекрасную фразу. Убожество оппозиции не повод любить власть. Убожество власти не повод любить оппозицию. Понимаешь, к сожалению, мы вот сейчас находимся между двух полюсов. С одной стороны, люди, которые запрещают, я не знаю, расстегивать верхнюю пуговицу на рубашке и, не знаю, на ходу прикасаться к ширинке, потому что считают, поправлять, считают, что это неприлично. А с другой стороны, находятся люди, которые считают, что гадить на улицах это вполне вменяемо. И это вполне укладывается в свободу слова. И вот как жить между этих двух полюсов, понимаешь? Это не разумный результат, потому что нужны, в общем-то, все люди. Так уж устроена политика, что должны быть все эти люди, потому что в итоге мы тогда получим результат, который будет представлять интересы всего народа. Нет, подожди, подожди. Должно существовать какое-то разумное ограничение. Я не хочу жить в обществе святой инквизиции, но я одновременно не хочу жить в обществе ведьм. Игорь, разумное ограничение невозможно, потому что ты коммунист. Разумные ограничения. Возможно, у каких-нибудь либертарианцев, которые говорят, есть деньги, голосуй. Нет денег, не голосуй. Это не разумные ограничения. Ну как, это разумные ограничения. У тебя голосуют все, и в итоге должны быть представлены абсолютно все. Извини, у тебя какие-то пещерные представления о коммунизме, понимаешь? Я скорее социал-демократ, уж если на то пошло, да? Кажется, ты мимикрируешь прямо в процессе нашей программы. Я не мимикрирую, просто как бы, понимаешь, когда я говорю, что я коммунизм, это для того, чтобы потроллить, например, нашего общего приятеля Елена. Потому что у него это как красная тряпка для БК. Для многих, кстати, в Фейсбуке... Возвращаемся к Олимпиаде. Да, я сейчас вернусь к Олимпиаде, да? Ты вернешься, знаешь, когда к Олимпиаде? После выпуска новостей. Рекламные паузы, да. Оставайтесь с нами в статусе, держитесь в тонусе, и мы сейчас вернемся. Программа «Статус» на Финам.ФМ. Меня зовут Михаил Гуревич, в гостях Игорь Виттель. Прямо не останавливаясь, продолжаем. Так вот, Олимпиада, понимаешь, для многих как красная тряпка. Олимпиада, это слова-маркеры. Вот почитай комментарии, неважно, в Фейсбуке, но журнал уже Побер практически, да, сейчас в Фейсбук все перебрались. Об этом тоже поговорим. Вот читаешь комментарии и понимаешь, что уровень понимания людьми вообще суть любой проблемы, неважно, будь то Олимпиада, будь то Украина, будь то любая другая насущная проблема, он равен нулю. Я причем не верю, что уровень интеллекта этих людей равен нулю. Среди них попадаются замечательные люди. Сидит какой-нибудь вполне вменяемый, вроде как, кандидат наук. Человек, который защитил действительно нефальшивые диссертации. Но вот как только слова-маркеры у него, Путин, Олимпиада, все, понеслась вонапу кочком. Или, как говорят в Киеве, пошла вода до хаты. Я не успеваю... Такое впечатление, что слюна из огнетушителя такой жух понеслась. У кого что болит? У кого что точно так же с другой стороны. Понимаешь, как появились другие слова-маркеры. С другая стороны то же самое. И вот все бегают, лаются. О чем лаются, не пойми. Уровень понимания, попытки сесть там с цифрами, подумать. Для меня всегда характерный пример. Кстати, я вот сидел на твоем месте в этой студии. Все время задавал, когда там, по-моему, Господи, Форбс, кажется, напечатал, что Ротенберг у нас там главный получатель государственных заказов. Говорю, ребят, хорошо, вы можете мне объяснить? Вот кто-нибудь тихо, спокойно и вменяемо. Ротенберги от того, что они получают государственный заказ. Покажите мне, сколько страна теряет или сколько страна приобретает. А если он... Я не защищаю сейчас Ротенбергов. Я просто хочу вместо вопли о том, что друзья Путина украли все, услышать нормальный разбор ситуации с цифрами. Во-первых, так, украли не все, мы видим. Ну, тебе ведь не видим. Ну, во всяком случае, я смотрел, даже купил себе чашечку с олимпийскими... Я тоже ее купил в Сочи, да, и познакомился там с юношеской женской сборной по керлингу. Вот тут я, кстати, должен сказать, к сожалению, наша сборная по керлингу женская выступила неудачно, равно как и мужская. Но, вот если у нас есть национальная идея, спроси у любого человека, который болеет за олимпиаду. Ты думаешь, за фигурное катание болеет? Фиг там. Уже на протяжении многих олимпиад. Начали мы в свое время с нашим тоже общим другом Гоши Овчинниковым. Женская сборная по керлингу, это наше все. Это наша национальная идея. Не потому что там девчонки хорошие, но это медитативное зрелище. Это красивые русские девочки, женщины. Это наша национальная идея. Вот женская сборная по керлингу... Знаешь, что когда-нибудь победим? Да, во-первых, они становились уже, если мне не изменяет память... Чемпионами Европы, да. Но все же Олимпиада... Но вот прививкову выгнали, к сожалению, из сборной. И вот с тех пор так и пошло. Хотя Сидорова мне больше нравится. А касательно, кстати, Олимпиады. Давай оставим все эти украденные, неукраденные, возвращенные деньги и так далее. Потому как действительно есть доклады и в одну сторону, и в другую сторону. Ну хорошо, что это обсуждают. Не знаю, на мой вкус, хорошо, что об этом говорят. Потому что когда в стране об этом не говорят, то и воровать проще, и воруются больше. Поэтому общественный контроль, он просто важен. А по поводу Олимпиады у меня вот один только вопрос. Слушай, как-то странно получается. В мужском... То мы в мужском фигурном катании можем получать золото, то в женском. Одновременно у нас не получается. В женском мы не получали никогда. Смогли. В мужском получали практически всегда в этом году полный пролет. Значит, хоккей рассчитывали, ничего не получили. Ну, я не знаю, кто рассчитывал на хоккей, понимаешь. Я верил. Я хотел, хотел... Мазлтов, как говорят у вас в Израиле, верь в российский хоккей. Я, к сожалению, не верил. Сахтен, говорят арабы, на самом деле. Биатлон, тоже все верили. Ничего не получили. Можно я не буду биатлон комментировать по корпоративно-политическим соображениям? По корпоративным причинам, да. А скажи мне, пожалуйста... Ну, хорошо, Керлинг, ты сказал, будущее. Фигурное катание наше настоящее, да? А где-нибудь еще мы можем все же выстрелить? Да мы можем выстрелить где угодно, понимаешь. На самом деле, эта Олимпиада главный вывод. Из-за него... Вот, знаешь, я сегодня думал, а если бы Олимпиада была не в России, болели бы мы так же, болели бы меньше... Болели бы так же. Я думаю, что болели бы так же, но тем не менее, мне все-таки кажется, что то, что это проводилось здесь, ну, не в Москве, а в Сочи, но здесь, в России, все-таки какое-то влияние на спортсменов оказало. И спортсмены у нас, конечно, потрясающие. Напомню, что в Лилихамере... Не в Лилихамере, в Ванкувере. В Ванкувере мы заняли 11 место. А в Лилихамере как раз мы были последний раз первыми. Да, последний раз были первыми. Сейчас мы занимаем четвертое место, судя по всему, будет там четвертое место. Лилихамер — это вообще святое место. Если ты видел гениальный абсолютно сериал Лилихамер, это, в общем-то... Главный герой практически твой альтер-эго. Но мы когда-нибудь сможем обратно вернуться на первое место? Да. Я в это верю. Если пройдет такой вот финал Олимпийских игр, как ты сказал? Я верю вообще в то, что... Ты понимаешь, что дело? Вот тут очень важный момент насчет того финала Олимпийских игр, который я сказал. А мы много раз говорили, да, что там советский спорт, он же отчасти... With all your respect, как говорят в Америке, да, при всем моем уважении и любви, героям. Но все-таки это всегда был спорт, в котором присутствовал и патриотизм, и заградотряды сзади. Условные заградотряды. Никого, естественно, не расстреляют. Это не Северная Корея. Это требуется для русского характера, что ли, за заградотряд? Видимо, видимо. Требовалось. Ну, как в анекдоте, знаешь, пинок дайте мне, да? Да, и я всех... Понимаешь, вот тут очень сложный вопрос. Это точно так же, как мы говорили о распаде, вот возвращаясь к Советскому Союзу. Я когда-то делал передачу, посвященную там 20-летию Черного Января в Баку, и задался вопросом, а что должно произойти с людьми, чтобы вчерашние соседи, вчерашние друзья... Вдруг захотели друг друга убивать. Не просто убивать, да, убивать еще можно захотеть, ведь мы видим в Киеве, как это происходит за два дня. Ну, они не хотят убивать друг друга. Подожди, но тем не менее убивают. Не соседа. Соседа. Именно что соседа. Потому что живут они тоже на одной лестничной клетке. И брат на брата, это все не метафора. Это все так и есть. Ну, не совсем так. Но вот чтобы убивать младенцев, спаривать штыками животы беременным женщинам, жарить потом младенцев в кострах, это было в Баку. Это до чего? Как это могло случиться? И ответ тогда... В общем, одноклассник мой, ныне президент гильзии маркетологов, Игорь Березин, сказал, ты знаешь, ну, как бы советская власть, как и власть там в ТИТО в Югославии в той или иной степени. Кипящий котел, сверху крышка с гнетом, да, которую держат. И вот когда эту крышку снимают, то, как говорил нелюбимый мной Михаил Михайлович Жванецкий, прошу к столу, вскипело. Так вот, что лучше, держать крышку, то же самое с Олимпиадой. Или, может быть, просто эту крышку... Под этим гнетом мы могли побеждать. Так, может быть, эту крышку не держать? А вот непонятно, понимаешь, если одновременно мы перестаем занимать первые места на Олимпиадах и начинаем убивать своих соседей, или они начинают убивать нас, я очень не уверен, что эту крышку... Так, может быть, не возвращать крышку обратно? Может быть, надо крышечку было слегка приподнимать, как в Китае было, понимаешь? Знаешь, зачем у Буденок вот этот колпачок сверху? Нет. Чтобы пар выпускать, когда разум возмущенный кипит. Понимаешь, вот этот пар стравливать надо. Как? У меня на это ответы нет. Вот у нас пар такой пытались стравливать как раз на Олимпиаде. Приехали эти Пусси Райот. Пусси Райот. Пусси Райот, да. Пусси Райот, как угодно. У вас в Израиле английский не учат. Надя и... Маша. Попробовали там свой перформанс устроить, к ним вышли казаки с нагайками. Казаки. 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 Едут-едут по Парижу наши казаки. Неважно. Соответственно, вышли они с нагайками, показали свой перформанс на весь мир причем. Ну, позор же, нет? Да. Тут спорить не буду. Это абсолютный позор. Так это как раз и есть вот это вот приоткрывание того самого котла. Нет, потому что, понимаешь, в чем дело? А вот эта вертикаль власти, она не работает. Ты думаешь, вот там же казакам позвонил лично Путин и сказал там типа это? Это все уже самая инициатива. Понимаешь, вот это вот то, что зародилось при этой власти за последние годы, цветет и пахнет. Особенно на Кубане. Понимаешь? Кубань это вообще не Краснодарский край, это отдельная страница нашей истории. А недаром обидно их называют кубаноиды. Это абсолютно другой менталитет. Мало ли, что там зародилось, понимаешь? Но это должно быть сурово наказано. Так же, как должны были быть наказаны пуссеры, так же должны быть наказаны казаки эти. Ну, насколько я читал новости, говорится о том, что нашли виновного, наказали и оштрафовали. Кого нашли, насколько оштрафовали, что произошло. Ну, если бы ты со мной спорить бесполезно, я на твоей стороне баррикад, тут абсолютно даже вопросов не возникает. И вообще вот эти вот события, когда вдруг мы неуправляем и начинаем ненавидеть друг друга, они становятся все чаще. Ну, насчет неуправляемой, это я бы еще бабушка надвое сказал. Давай как раз об этом и поговорим, закончим с Олимпиадой, тем более, что и она закончилась. Чего уж говорить о ней дальше. Следующий твой пост. Теперь еще Иртенев писался за поруганную честь. Когда же меня Альбатс проклянет? За поруганную честь Шендеровича, наверное, надо было сказать, тут было понятно, за че это люди, наши радиослушатели... Да, за поруганную честь Шендеровича. Давай напомним, что происходило, да? То есть, соответственно, Шендерович выступил с записью в блоге «Эхо Москвы» или где там еще о том, что... Нет, он написал это в ежедневном журнале, а потом... На сайте ежедневного журнала. А блог... Понятное дело, что «Эхо Москвы» куда популярнее, чем сайт ежедневного журнала, поэтому считаем, что на «Эхе Москвы», в блогах «Эхо Москвы». О том, что он сравнил или... Как он сказал? Он сказал, что гениальная девочка, взмывая надольдом, прихватывает с собой заодно и путинский рейтинг. А он сравнил ее с Хансом Вельке, немецким ответом-толкателем ядра, с биоиграми в нацистской... Хорошо, об этом уже говорили, все об этом все знают. Ты пригласил Шендеровича в эфир, соответственно, тоже с ним как-то поругался в эфире. Я с ним не ругался. Это было замечательно. Я смотрел, мне понравилось. Я цитировал ему его же статьи. А он обижался, что он не может цитировать что-то другое. А он мне в ответ говорил, что типа пришел... Вопрос другой, вопрос другой, что вот последовательность, которая возникает. Значит, сначала Шендерович, а потом возникает Киселев. Это равноценно. Киселев, напомню, на втором канале российского телевидения, на государственном телеканале фотография того же Шендеровича с припиской «подонок» и вопросительный знак. Далее сокращение до Шендера в выступлении. И в финале рассказывается про Иртенев, который на самом деле Рабинович. Ну? Это равноценно? Нет, абсолютно нет. Тут я с тобой спорить не буду. И более того, я сразу же сказал, понимаешь, давай тогда отмотаем чуть назад. За пару недель до этого был скандал с телеканалом «Дождь», где я точно так же пригласил к себе господина Виноградова и господина Припачкина и одновременно написал в аргументах и фактах статью. «Сколько грязи я потом скушал, ты себе даже не съел». Прости, дайте... Ну, это другая немножко история. Нет, это одна и та же история, когда наказание несоразмерно преступлению, но и оставлять преступление без наказания в данном случае невозможно. Скажи мне, пожалуйста, один момент. Вот мне это важно очень. Когда частное лицо говорит какую-нибудь глупость или гадость, или невоспитанно себя показывает, не умеет человек себя вести. И в ответ на это событие, на этот демарш, государственный телеканал на государственные деньги, то есть на наши с тобой налоги, или какая-то государственная ассоциация. Я тебе уже ответил. Это неадекватно. Ну. Значит... Значит, акционизм... Давай вернемся опять к Пуссерайт. Очень важно. Я никогда ничего не знал про акционизм, пока не случилось то, что случилось в Храме Христа Спасителя. И действительно написано, что такое акционизм? Это когда некая провокация со стороны вот этих акционистов, и эта провокация должна вскрыть какой-то нарыв, который существует в обществе. Угу. Если нарыв не вскрыт, вот как как его зовут из Питера, этот художник, который... Который себя прибывал за интимные места... Ну, прибил себя за интимные места на Красной площади, ничего не случилось. Ну. Да. Соответственно, как акционизм, это был пшик. Ноль без палочки. Пуссер. Получилось. И в данном случае получается, что и Шендерович получилось. Потому что, когда в ответ на его, ну, скажем так, не совсем адекватное, скажем, сравнение, да, хотя, ну, почему нет? Там путинские... Я сравниваю с другой стороны. Я не сравниваю, безусловно, не сравниваю Россию с нацистской Германией. Но, я да, могу сравнить. Ты же сам говоришь, путинские игры, а там были гитлеровские игры. То есть, когда лидер своей харизмой, один, делает, как бы, большое спортивное событие. Можно это сравнить? Ну, наверное, можно сравнить. Надо ли сравнивать страны? Конечно, нет смысла. Но в ответ на частное выступление получаем такой... Ну, значит, во-первых, я тебе отвечаю, что, опять-таки, это не по звонку Путина было сделано, я уверен. А то, что у нас в вертикале власти работают не самые умные, не самые симпатичные люди, это как бы, ну, знаешь, как у нас в семье говорят, немножко посмеиваясь над моим папой, бимон Ньютона, да, не бином Ньютона это, в конце концов. Ну, как-то уже очень много... Это шинель. Как-то очень много... Идиотизма. Идиотизма. И чудовищных подонков, и там, точно так же, как и везде, они, к сожалению, у власти всегда, понимаешь, к власти всегда пробиваются. Да, но их надо наказывать. Если их не наказывают... А их награждают, да. Их награждают за заслуги. Такова государство. За услуги четвертой степени. Ну, послушай, что касается того, имеет ли право частное лицо сравнивать, я думаю, что власть уже доведена до беспредела, потому что началось с Минкина. Я, кстати, вот Бене Брискину задал вопрос, не устал ли он соплеменников отмазать. Да, российский еврейский конгресс постоянно должен извиняться. За Минкина, за Шин... Я сейчас как Киселев буду перечислять еврейские фамилии. За Минкина, за Шендеровича, за Гозмана, за кого-то... Все, кто там... Минкин писал, что сейчас пили бы... Ну, условно, да. Ну, любим мы журналистику, что же с этим поделать-то? Ну, при чем тут журналистика? При чем тут журналист? Понимаешь, есть вещи, которые... Я задал Шендеровичу ровно один вопрос, на что он и обиделся, и потом говорил, что это не журналистика, и вообще, кто этого... Там, последними словами меня крыл. Считает ли он уместным девочку вмешивать в подобные разборки? Пятнадцатый замечательный, между прочим, после того, что на нее свалилось, и слава, и... Ну, Шендерович-то не виноват в том, что она заняла там пятое место. Ух, не уверен я. Ух, не уверен я, понимаешь? А, кстати, насчет фигурного катания, если бы ты знал, сколько грязи и махинаций в фигурном катании, я бы еще очень внимательно посмотрел, кто чьи места там занял. Да, я сейчас не умаляю победы наших великих фигуристов. А может, что тренер одной фигуристки проплатил Шендеровичу его выступление... Ты зря смеешься, если ты помнишь, была знаменитая история с Нэнси Керриган, которые просто переломали колени перед олимпийским медикам. Нет, ну одно дело переломать колени, а другое дело так вот хитро... Нет, так хитро быть не могло. Я не настолько сторонник в теории заговоров, но свалившиеся на девочку эмоциональное состояние и славы, и ругань, в том числе, действовало очень сильно. В 15 лет так к этому не готово. И вмешивать в 15-летних... Я уж не говорю о том, что человек просто не знает, о чем он пишет. Он написал же, что Ханс Вельки ни в коем случае, естественно, сам не ответственен ни за Ленинград, ни за Хатыни, ни за Ковентри. При том, что человек не знает элементарных вещей, что именно из-за Ханса Вельки расстреляли Хатыни. Слушай, ну мы можем говорить о Шендеровиче сколько угодно много, но Киселев потом выходит на второй канал. А я тебе об этом и говорил. С одной стороны люди, которые запрещают там ковыряться в носу, а с другой стороны люди, которые гадят на улице. Но в тот момент... Я не хочу жить в этой дихотомии, понимаешь? Знаешь, у дьявола всегда две руки, в данном случае обе левые. Я не хочу выбирать между Киселевым и Шендеровичем. Не хочу. Дайте мне такой другой глобус, как было сказано в другом. Такие уж пересадки в Париже. Такие пересадки в Париже, такой глобус. Приходится жить. Тогда мне чума на оба ваших дома уж. Прости, я не хочу ни Шендеровича, ни Киселева. Потому что в итоге... Но омерзительнее мне Киселев, безусловно. Он ответственнее, на мой вкус. Понимаешь, омерзительные они могут быть в равной степени, потому что это эмоции. А вопрос ответственности. Понимаешь, один дурак, другой сознательный сволочь. Вот скажем так. Подонок без упростительных знаков. Я так понимаю. Хорошо, я могу поставить сознательный сволочь с упростительным знаком. Если хочешь, я могу вообще отвечать вопросом на вопрос. Ну что ж, давай продолжим как раз завершение нашей программы, нашей беседы. Продолжим тему вот этих вот стычек в виртуальном пространстве. Послушаем твой последний. Последний край. Крайнюю запись. Крайнюю запись. Знаешь, как сказал все время один мой приятель, мы евреи, очень суеверные люди. Мы никогда не говорим последнее плоть, мы говорим крайнее. Последнее плоть. Давай послушаем. Только что на моих глазах Ашманова обозвали ботом. Уи, снежинки кататься. Уи, снежинки кататься тут тоже надо пояснить. Это гениальная карикатура, когда два медведя просто белых сидят. Один говорит, смотри, зима, и снежинки кататься. Уи, снежинки кататься, а второй просто бьет ему рыбой по морде. Да, ну вот смотри, это правда интересная такая тема. То есть Абашманова обозвали ботом? Нет, дело в том, что каждый гость, который ко мне приходит, он помимо того, что пишет в Facebook, там в социальных сетях, он имеет какую-то специализацию. Твоя специализация... Ты заметь, как ты это поставил. На первом месте он, конечно, пишет всякую фигню в Facebook, а потом у него есть специализация. Ну, есть еще какая-то работа, да. А твоя работа — журналистика, да, и поэтому как раз все, о чем мы говорили, это и есть твоя работа. А Ашманов просто сидит в Facebook, да? Да, но поговорим о том, что как будто твоя специализация это, собственно говоря, блоги. В отличный период меня и от многих моих друзей, ты очень активно, ну, не в отличие от многих друзей, но в отличие от меня, ты давным-давно и плотно сидишь в социальных сетях, если считать, например, LiveJournal тоже каким-то подобием социальных сетей. И традиционно себя ведешь достаточно... Агрессивно. Агрессивно, да. В том числе и с друзьями. Вот. Ссоришься, меришься, обсуждаешь, споришь, банишь, отфренживаешь, да, блокируешь, френдишь и так далее. Ты просто ведешь к тому, что я псих, это так и есть, да? Ну, как бы, это, во всяком случае, твой имидж, как будто им гордишься. Расскажи мне, изменилось ли что-то со временем LiveJournal? Потому что понятно, что сегодня все, ну, по моим ощущениям, большая часть мигрировала в Facebook. Ну, кто-то в Twitter немножко ушел, в сторону такой. Наш Бронетемкин стоит на запасном пути. Вот. Но большая часть Facebook, уйдя из LiveJournal. Вот эти отношения между друзьями, которые вдруг начинают собачиться. Так они и в LiveJournal было так просто. Так же. Да, поняющее дело, в LiveJournal все-таки крышечка почему-то была не со стороны власти, а со стороны самокаких-то. Все-таки вот таких... Ну, смотри, с одной стороны, все-таки в LiveJournal была некая условная анонимность, да, то есть люди выступали не под своим именем и фамилией, но обычно все знали, кто где чего, да. Но человек мог сказать, это я не я. Да, тем не менее. Мой сценический псевдоним Артенев. Тем не менее, как-то люди вели, как мне кажется, более интеллигентным. На заре LiveJournal. Потом это все, конечно, покатилось. Когда в LiveJournal оказалось огромное количество ботов, каких-то наберзавших левых... Потому что всегда же было понятно, офисный планктон сидит в одноклассниках условных, где школота ВКонтакте, в ЖЖ сидит такая некая интеллектуальная элита общества, простите. Да, ну люди, которые изображают из себя интеллектуальную элиту, про то, что Ленин говорил не мозг нации, а известное слово. Потом, когда это всем уже, ну ЖЖ стал по известным причинам, умирает, все перебрались в Фейсбук. И вот там уже стало, как тот же... Мне кажется, умирать оно начало, потому что все перебрались в Фейсбук. Ну это... Телега, лошадь, непонятно, кто впереди. Нечетко все размыто, ни черта понять нельзя. Во-первых, люди выступают уже тут, как бы под своим, все прекрасно понимают. С фотографиями, с котиками, с детьми. И вроде как... Потому что тут не соседи начинают друг друга резать, а близкие друзья. Не резать, но как бы... Да черт его знает. Мы лучше стали резать друг друга? Активнее? Мы более лучше стали резать друг друга, да. Понимаешь? Ну послушай, я стараюсь себя от некоторых вещей... Тут дело же не то, что это Фейсбук ЖЖ. События последних лет, мне кажется, вот водоразделом стали Болотные Сахарова и прочего, да, то есть выборы 12-го года. После этого люди уже... То есть до этого все бурчали, просто бурчали? Ну как-то бурчали, а тут прорвало, понимаешь? Ну невозможно глупости с обеих сторон выслушивать постоянно. Ну невозможно. Уже... Ты вот по себе чувствуешь, ты стал больше... Я стал более раздражительным, отказываться вообще с людьми. Да, к сожалению, да. То есть это возраст или ситуация? Это все вместе, да. Микс. Микс, да, возраст, ситуация, в общем, не молодеем. Жоня, можно монтаж. Да. И, к сожалению, да, и я стал агрессивнее, и среда стала агрессивнее, понимаешь? И это самое страшное, потому что мы еще не доросли до Украины в этом смысле. Но мы готовы к ней, да? Мы готовы, если еще чуть-чуть плеснуть соуса поострее... Ну добавить, надо добавить в одной из сторон, потому что пока мало. Давайте не будем добавлять, а? Нет, нет, я говорю... Я как раз сторонник эволюционного развития общества, несмотря на то, что я коммунист, да? Я как бы в душе, может, и коммунизм, мне тоже, может, хочется с коктейлем молоту побегать, но я этого делать не буду. Я так понимаю, что ты православный, социал-демократический коммунист. Да. Я бы, конечно, скорее буду с пулеметом с другой стороны, против тех, кто с коктейлем молоту, потому что я очень не хочу, чтобы в России началось то, что сейчас происходит в слэш на Украине. Если ты будешь сидеть с пулеметом, то в какую бы сторону ты его не целил... Ты знаешь, я как те снайперы, я думаю, что буду в обе стороны, к сожалению, потому что и там... В таких ситуациях... И туда стрелять надо, и туда. Надо семью свою спасать. Спасибо. Это был Игорь Виталь у нас в гостях, у меня в гостях. Меня зовут Михаил Гуревич. Ровно через неделю программа «Статус» вновь будет в эфире. Никуда не уходите и ждите.